строение значит яйцеобразное естественным образом распределяется напряжение на стены здесь сейчас вот в данных полутора метрах уже видно что подоконник заложен и соответственно армирование это контур окна мы значит будем строить двухэтажный здесь купол вот между первым и вторым этажом внутри металлический будет собран каркас вот с колоннами то есть на стены купола принципе давление никакого не будет оказываться только удерживаться будет балки укрепляться к стенам чтобы как говорится стояла на колонне и не шаталась все на вся нагрузка будет осуществляться на плиту фундаментную на колонны объясняю почему мы сделали на этом упор потому что прежде всего в купольном доме идет идет серьезное энергосбережение потому что по закону физики если установить источник выделения тепла в середине здания соответственно тепло поднимается к куполу и спускается по его стенам и вот вот эта вот система вентилирование она естественного но во-первых мало затрачивает энергии во вторых она дает серьезный коэффициент полезного действия потому что они отсутствуют углы в принципе в доме то количество больших большого количества углов которые мы привыкли за диванами там за шкафами здесь они в принципе отсутствуют потому что дом нарезан как пирог есть прямые стены не трудно устанавливать не мебель не как-то там интерьер никаких проблем даже более наверное будет интересно проекта выглядит вы можете увидеть как мы устанавливаем второй этаж перекрытия на втором этаже у нас получается по квадрату 40 квадратных метров после того как мы установим прикрытия 120 квадратов вполне достаточно для проживания там семьи из четырех человек в принципе и и и и и и и Субтитры создавал DimaTorzok